Она чуть не покончила с собой после неудачи в Сиднее, родила сына от мужа Веры Глаголевой, а сейчас замужем за влиятельным чиновником, который в отце ей годится. Как сложилась личная жизнь двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркин. Сейчас ей 44, она с гордостью носит звание полковника, а раньше носила в сумочке мандат депутата, но довольно быстро поняла, что политическая карьера – это не ее, и вернулась в спорт. Нашу героиню знает весь мир как одной из самых успешных гимнасток России, но мало кто осведомлен о личной жизни железной спортсменки. А здесь кипели страсти. Это была и любовь через предательство, ведь Кирилл Шубский обманывал и законную супругу Веру Глаголеву, и любовницу, говоря, что не жена. А Света верила, ведь любила влиятельного олигарха. Более того, она родила от него сына, но любимый продолжал кормить олимпийскую чемпионку завтраками. Ведь на самом деле не собирался уходить от старой жены к молодой и красивой Хоркиной. А Светлана в отместку за долгие годы обмана воткнула нож в спину всем участникам этого любовного треугольника, написав автобиографическую книгу. В ней спортсменка упомянула имя отца ребенка. Только после громкого скандала в прессе Кирилл Шубский признал мальчика. Но его жена, Вера Глаголева, вместо того, чтобы выгнать неверного супруга с позором, просто простила его. Или сделала вид, что простила. Когда актрисы не стало, все подумали, что теперь-то Шубский и Хоркина могут не скрывать свои отношения. Но нет. Светлана устроила свою жизнь с генералом, государственным чиновником Олегом Качновым, которому сейчас 67. А три года назад счастливые супруги стали молодыми родителями. У них родился сын Иван. Но все в жизни Светланы могло пойти не так. Ведь тогда, в 2000-м, в Сиднее, она чуть не покончила с собой из-за неудачи на Олимпийских играх. А все дело было в неправильно установленном спортивном коне. Его высота оказалась на 5 сантиметров ниже положенной. Тогда она стояла на мосту и думала о вечно. Очень переживали. И позвоним ей на телефон, она не отвечает. Когда я ее нашла, она говорила, что я стою и так думаю, нет, я ничего не буду делать. Если это случится, то мама не переживет. Но нашу героиню не зря прозвали Железной. Она взяла себе в руки и все-таки смогла завоевать золотую медаль для нашей сборной. Пусть не в многоборье, но на брусьях, ведь она королева брусьев. Умная, красивая, знаменитая и счастливая, пусть в жизни Светланы Хоркиной будут одни только победы. А завистники и предатели останутся в прошлом.